Продолжение следует... 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 на авторитете вора в законе константина дошло до того что даже близкие друзья периодически стали издеваться над ним так на один из дней рождения они подарили кости машину которая как потом выяснилось было угнана да не абы у кого а у федеральной службы охраны костик тогда очень обиделся причем обида его была настолько сильный что подаривших машину товарищей больше никто никогда не видел кто знает возможно со временем их судьба станет известной последний раз кость у канского пытались привлечь за вымогательство денежных средств и транспорта у жителей ты вы и красноярского края в 2014 году его даже задержали в ходе этого расследования также шумно как и в свое время в лидии сотрудники гур мвд россии выбили запертую дверь в ресторан на гостиничном комплексе южный дворик расположенном в ленинских горках в москве придя арестовывать вора в законе после задержания его этапировали в красноярск где уголовное дело благополучно было закрыто в ночь на 19 октября когда в красноярском крае прорвало дамбу там же произошло еще одно событие оставшиеся на фоне трагедии на себе незамеченным задержали красноярского вора в законе костью канского по так называемой антиворовской статье занятие высшего положения в преступной иерархии лайф изучил криминальную биографию канского и расследовал почему из сотен воров в законе и криминальных авторитетов указующий перст закона выбрал именно этого криминального авторитета однажды ночью за канским все же пришли в мвд красноярского края рассказали лайфу что залили виде штурма усадьбы вора в законе на сайт практически в режиме реального времени задержание константина фридриховича найбауэра он же кости канский происходило где-то в два ночи другие подробности правоохранители не выдают ссылаясь на тайну следствия сотрудники главка при поддержке собра росгвардии штурмовали дом вора в законе с помощью приставных лестниц перепрыгнув через забор они не нашли канского в его доме и настигли вора в огороде где найбауэр прятался в яме у соснового пня на костылях я не убегу судя по реакции авторитета собровцы даже обрадовали найбауэра ведь он подумал что дом атакуют киллеры 54-летний найбауэр задержан по подозрению в совершении преступления по статье 210 целых 1 10 уголовного кодекса рф занятия высшего положения в преступной иерархии ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы реакция самого канского пока неизвестно но вряд ли он будет отрицать свой титул ведь найбауэр один из тех редких воров в законе которые признались что являются ворами в законе на камеру являетесь вором в законе компьютере все есть но так являетесь или нет являюсь являюсь заявил найбауэр во время задержания в санкт-петербурге единственный немец среди коронованных денисовка небольшая деревня в абанском районе красноярского края в 100 дворов именно здесь на краю мира в октябре 1965 родился будущий вор в законе константин фридрихович найбауэр деревенское происхождение и отсутствие образования не помешали ему управлять общаком всего огромного красноярского края по разным данным существует свыше 400 воров в законе добрая половина которых выходцы из грузии славянских воров всего-то около 50 а кости каннский единственный немец во всей этой компании первый раз он присел еще в 17 лет за угон автомобиля отбывая срок кости познакомился со многими авторитетными сидельцами и сумел влиться в их среду после выхода из зоны найбауэр зарекся не попадать в места не столь отдаленные и старался не попадать в поле зрения правоохранителей но тюремные связи и особые личные данные умение находить общий язык практически с любым собеседником со временем привели его к вершине преступной иерархии россии в двухтысячном году в москве к нему сделали воровской подход 6 влиятельных криминальных авторитетов из которых можно выделить баркалова по прозвищу блондин каннский вернулся в родной красноярский край и по некоторым данным стал держателем местного общака его растущее влияние позволяло проводить в красноярске масштабные воровские сходки например в 2004 году в красноярском ресторане лидия с помпой праздновали его день рождения лидеры преступных группировок москвы красноярска иркутска хабаровского края и даже прибалтики во время самого международного торжества полицейские провели спецоперацию в результате которой задержали 70 человек в 2008 году найбауэра поймали с двумя граммами гашиша за что он и получил свой второй срок год и 9 месяцев заключения выйдя на свободу ханский перешел кому-то дорогу за ним устроили охоту и несколько раз покушались на его жизнь но ему чудом удавалось избежать смерти например в 2011 киллер выпустил в каннского пять пуль когда найбауэр водил код домофона и всего одна попала в спину авторитету снова удалось выжить в 2013 году найбауэр со многими другими авторитетами подписался под известным воровским прогоном о том что ровшан ленкаранский не является вором в законе вскоре после этого прогона ровшина убили в стамбуле в 2014 году костью каннского задержали в подмосковье по подозрению в вымогательстве и этапировали в красноярск однако вор в законе остался на свободе жил тихо и до недавних событий не попадал в криминальные сводки но публичное признание на камеру в занятии высшего положения в преступной иерархии сделала каннского легкое мишенью для уголовного преследования и для того чтобы изолировать найбауэра не нужно шить дело она уже давно шита и задокументирована в том числе и в интернете федеральный закон номер 46 по ком зазвонил колокол до принятия этого закона об ужесточении наказания для лидеров о п.г. 210 статья обычно применялась к бизнесменам подозреваемым в каких-то финансовых махинациях шили участие в о п.г. и опс распределяя роли между организатором и исполнителями преступлений эту же статью применили как с генералу мвд денису сугробову которого с сообщниками признали виновными в организации провокации взяток то есть молот закона бил по всем но только не по самим ворам в законе людям с гордостью нарекающим себя королями преступного мира теперь ситуация меняется и уже можно с уверенностью сказать что статья работает тем не менее на момент принятия этой поправки 12 апреля 2019 года у государства уже были все рычаги воздействия на криминальный мир с 2015 года глава мвд имел право подписывать приказы о нежелательности пребывания таких лиц в россии например если сажали вора грузина то по освобождение его сразу депортировали на родину такие же меры могли применить к армянским и азербайджанским криминальным авторитетом и ворам в законе из-за этого произошел отток постсоветского криминального народа в южные европейские страны турцию израиль кипр испанию и чехию можно сказать закон ударил в первую очередь по русским законникам которые в последнее время стараются быть тише воды ниже травы и вправду скандальный антиворовской закон начали обкатывать на николая кузьмичеве известном как коле томский человеке который ни дня не сидел в тюрьме и был наречен в 2013 году когда криминальный мир активно рекрутировал свежее пушечное мясо после задержания томский официально отрекся от своего титула впрочем согласно новому закону это практически ничего не меняет потом сми связывали с возможным преследованием по антиворовской статье олега пирогова по прозвищу циркач который предусмотрительно сбежал в турцию шишкан есть тело есть дело но самым резонансным задержанием по этому закону стал арест олега медведева более известного как шишкан которого называли держателем общероссийского общака вор всея руси не признал того что он занимает высокое место в российской иерархии но пока суть до дела следователи устанавливали его возможную причастность к гонкому убийству бизнес-леди татьяны сидоровой которая пропала с ближайшими родственниками еще в 2012 году об этом совсем недавно писал лайф и вот сегодня ска опубликовал видео с места где нашли тело сидорова и родственников что свидетельствует о том что следствие по этому делу значительно продвинулась и членом предполагаемого пг шишкана возможно в ближайшее время предъявит обвинение в убийстве кто следующий источник близкий к криминальным кругам рассказал лайфу что существует еще существует старая воровская школа который идейно противостоят новые воры последнее время старички уходят на обочину преступного мира лишаясь связи и ресурсов а представители новой школы доминируют и устанавливают свои правила шишкан похоже объединял себе качество обеих школ но вел себя в последнее время больше как бизнесмен когда как представителю олдскула коммерсантом быть западло однако 210 статью применили коле томскому который до этого ни дня не просидел в тюрьме и и по некоторым данным тихо занимался обналом и кости каннскому признанному патриарху воровского мира и пока не прослеживается никакой системы в задержаниях выходит что новый антиворовской закон всего лишь инструмент который может пройтись по поварам старой воровской школы и по целеустремленным новичкам получившим титул из-за престижи или за деньги и на вопрос кто следующий ответить просто невозможно антиворовской закон возможно приведет и к тому что престиж самого титула вора в законе значительно упадет и вряд ли будет кому-нибудь нужен даже за деньги зачем покупать себе от 8 до 15 лет лишения свободы но криминальный мир в очередной раз адаптируется к новым порядком но каким он станет не знает сегодня никто